Доброе утро, крымчане! Сегодня два часа в прямом эфире. Для вас будут вещать Ирина Берилюк и Стефан Филатов. Ну а мы напоминаем, что приветствовать вас и информировать будем сразу же на двух телеканалах. Первый Крымский и Крым-24. Ну а я в свою очередь хочу обратить ваше внимание на ту красоту, в которой мы находимся. Только посмотрите, сколько здесь тропических самых разных растений. Да, я абсолютно с тобой согласна, что наша прекрасная студия, она не может не радовать наш глаз и также телезрителей. К этой теме мы еще сегодня вернемся, расскажем поподробнее о том, что нас окружает. Но пока что начнем с новостей. В Черноморском море прошли необычные учения военных. Эти учения были тактическими, специальными. А вот о подробностях этих учений знает наш корреспондент Александр Федорчак. Каждый день в 5 утра экипаж этого судна в полной готовности. Персонал из 8 человек занят своей работой. До мелочей знают каждый уголок и каждую деталь корабля. Контролирует весь процесс капитан. Он не отходит от штурвала. И вот после нескольких часов спокойного плавания на пульт управления поступает неожиданный сигнал тревоги. Это внизу. Согласно легенде, в пограничном управлении уже знают о возможной провокации. Но для моряков это неожиданность. Эпизод разыгрывается в считанные минуты. К судну подходят катера, на них люди в масках. Прямо сейчас происходит условный захват судна «Колос-Лимен». Террористы уже высаживаются на корабль из подходящих катеров. Это удается благодаря тому, что среди состава экипажа были подельники, которые организовали всю эту историю. И теперь весь остальной персонал будут держать в заложниках. Противники занимают позиции по всему периметру корабля. С экипажем ведут себя как настоящие террористы. Все максимально приближено к реальности. В пограничном управлении ФСБ России собирают оперативный штаб и начинают переговоры с захватчиками. Те выдвигают неприемлемые условия. Атмосфера накаляется. Общение результата не дает. Наблюдаю, у вас фактически вооруженного человека на верхней палубе. Нет его. Хочу у вас уточнить, у вас все в порядке? Все нормально. Все нормально. Поломка двигателя. В оперативном штабе принимают решение прекратить переговоры и переходить к наступлению. В эти минуты спец. Над палубой дымовая завеса. Все позиции террористов удается быстро обезвредить. Вскоре на палубу уводят освобожденных заложников. Это означает только одно. Главная цель спецоперации выполнена. Заложников освободили. Террористы обезврежены. И на данный момент отряды осматривают людей. В общей сложности спецоперация продлилась 12 часов. Участвовали группировки из разных ведомств. В оперативном штабе результатом учения довольны. Цели учения достигнуты. Задачи подчиненными подразделениями выполнены. Еще раз мы подтвердили готовность наших сил участвовать в фактической отработке элементов по контртеррористической защищенности. Подразделения готовы ко всему. Очередная отработка навыков показала, любая внештатная ситуация будет успешно решена. Александр Федорчак, Анатолий Агеев. Новости 24. Черноморский район. Четвероногий страж. Больше 100 дней собака Алиса несет свою службу в аэропорту города Симферополя. Проверка терминалов, обход самого здания, я думаю, не очень ответственная служба. Не могу с тобой не согласиться. А о том, как же справляется с поставленными задачами любимица всего аэропорта Алиса, знает наш корреспондент, который, кстати, провел с собакой целый день. Ее называют талисманом аэропорта. Алис Филичес. Именно так звучит ее полное имя. В переводе с латыни значит «крылья удачи». В аэропорту собака появилась в день, когда встретили первого пассажира. Сейчас она полноценный сотрудник кинологического подразделения. День расписан по минутам. Вперед! Давай, 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 давай. Торопышка. Давай, давай, давай. Умничка. Давай, 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 давай. Только не торопись. Алиса самая молодая и активная из 14 служебных собак аэропорта. Свежий воздух, бег, активные игры. Вот что заряжает энергия на весь день и помогает закрепить навыки. А если тренировка прошла удачно, впереди лакомство от повара. Другой? Нет. Другой? Нет. Другой? Нет. Другой. Молодец. Питание двухразовое и сбалансированное. Ничего жирного и вредного. За один раз собака съедает большую тарелку каши с мясом. А еще следят, чтобы Алиса была красивой. Мы смотрим на состояние шерстного покрова. Если появляется матовость, это первый признак болезни животного. Дальше мы у животного смотрим на состояние глаз. Глаза у собаки, если закисшие, так же самое. Это первый признак заболевания животного. Дальше мы у собаки осматриваем уши. Ушная раковина у собаки должна быть всегда чистая. После всех медицинских обследований переходим к водным процедурам. Это, пожалуй, самое любимое занятие. Собака очень послушная и воды абсолютно не боится. Несмотря на то, что часто купать ее нельзя, потому что начинает разрушаться шерсть. Тем не менее, после различных процедур ежедневных, как минимум, лапы нужно ей обязательно промыть. Перед мытьем нужно полностью собаку прочесать. Это делается вот таким вот образом. Собаке очень нравится. Ну и, в принципе, можно начинать мыть лапы. Алиса, лапу. Давай. Молодец. Вот таким вот образом промываем полностью лапки без каких-либо срезов. Приятно быть чистой и красивой. Все процессы контролирует кинолог. После того, как покупали, собачка сушится, сушится обязательно в помещении. Ну, либо если теплая погода, безветренная, то на улицу выпускаем, собачки там сохнут. А теперь пора на службу. Собака обходит технологические секторы аэропорта, контролирует багаж, ищет оружие и запрещенные вещества. Работа не из простых, но справляется на ура. Алиса уже обзавелась с друзьями и личным блогом в Инстаграм. Около 4 тысяч подписчиков следят за жизнью талисмана в воздушной гавани. Что касается контента, что касается содержания, то там и какие-то развлекательные, шуточные посты. Ну и в том числе, это безусловный инструмент, наверное, донесения информации о деятельности аэропорта до наших пассажиров, до широкой общественности. В уста Алисы мы также вкладываем информацию о тех важных событиях, которые происходят в аэропорту, ну и о тех сервисах, которыми могут воспользоваться пассажиры. По популярности она приближается к оту-мостику, который стал символом другого, не менее значимого и известного объекта. Виолетта Корничук, Руслан Князев, Новости 24. Новоселье в эти дни отмечают самые маленькие жители Бахчисарая. Для них открыли модульный детский сад на 100 мест. Кстати, это уже второе образовательное учреждение, которое открылось в этом районе за последние две недели. Елена Бережная разбиралась, когда же все-таки в этом районе закончится вопрос, разрешится вопрос с очередностью. Все эти дети для Сабины Сулейминовой как родные. Вместе с семьей женщина переехала в Крым из Астрахани и не пожалела. Устроилась воспитателем в новый модульный сад. Сюда же привела и дочь. Деткам комфортно. Они приходят даже уходить, не хотят домой. Утром просыпаются, спросят, когда мы в садик пойдем. Им очень нравится. Все здесь ярко, красиво, чисто. Все для детей. Четырехлетняя Диляра от новоселья в восторге, как и ее новые друзья. Многие переехали из других переполненных детсадов города. В дружной компании комфортно и взрослым, и малышам. По современному оборудовано. Есть и достаточное количество игрушек, новая современная мебель, оборудованные площадки. Мы готовы. Мы настроены работать с хорошим радостным настроением. С открытием модуля очередь в Бахчисарае стала меньше на 100 мест. Но вопрос не закрыт. Ждут еще примерно полторы тысячи малышей. Думаю, что еще минимум 2-3 садика крупных по 260 мест нам надо построить. Мы можем сколько угодно говорить о наших достижениях. Но пока у нас есть очереди в детские сады, они все будут нивелироваться. Поэтому закрытие этой проблемы для власти является одной из важнейших задач. Это и рабочие места. Вся жизнь заживает. Решение открытия дошкольного учреждения именно здесь оправдано. На одной территории теперь будет единый образовательный цикл. Модульный детский сад стал удачным продолжением школьной академии, которая находится рядом. Здесь решили не терять преемственность поколения, перешагнув. Первую ступень знаний малыши отправятся дальше, где их уже ждут учителя. Образование станет первой темой совещания в Бахчисарае после того, как здесь сформируют новую исполнительную власть. Говорить будут о том, как полностью закрыть очередность в дошкольные учреждения. Елена Бережная, Андрей Заричный, Новости 24, Бахчисарай. Цифра накрывает Крым. Уже 14 февраля вся республика уйдет с аналогового вещания. Практически стопроцентное покрытие позволит каждому жителю, независимо от того, где он проживает, получать качественный сигнал. О подробностях расскажет наш корреспондент Елена Байрамова. Ой, надо включить новости посмотреть, что там сегодня интересного. У Тамары Верещак после выхода на пенсию появилось больше свободного времени. Чаще удается смотреть любимые телевизионные программы. Однако аналоговым вещанием недовольно. Качество желает лучшего. Размытость такая. Не очень. И яркость. То слишком темно. Ну не очень качество на телевидении. Поэтому мы вот купили цифровую приставку. И только осталось подключить ее. Для этого потребуется всего несколько минут. Здесь нет ничего абсолютно сложного. Достаточно просто включить кабеля по цветам, воткнуть. И все, можно пользоваться. Приставка сама включается. Так что, Тамара Николаевна, пожалуйста. Сейчас попробуй. Инфраструктуру Крыма к переходу на новый уровень вещания подготовили в кратчайшие сроки. Если в 2014-м насчитывалось всего три антенномачтовых сооружения, то сегодня их около 50. В ноябре я узнал, что будут отключать кабельное телевидение. Я сразу подключил себе приставку. Мне вполне это устраивает. Картинка хорошая, прекрасная. Смотрю и радуюсь жизни. Чтобы каждый человек смог больше узнать о цифре, профильное министерство провело большую подготовительную работу. Через МФЦ уже с сегодняшнего дня мы распространяем, прикрепляем к талонам, чтобы жители видели по поручению главы республики Сергея Валерьевича Аксенова. С понедельника следующего мы уже будем непосредственно с помощью почты Крыма распространять в каждый почтовый ящик республики Крым. Чтобы жители республики понимали и знали, как перейти спокойно на цифровое телевидение. Малообеспеченным и многодетным семьям республика компенсирует затраты на покупку приставки и антенны. На это в бюджете заложено около 60 миллионов рублей. Кроме того, на помощь в установке устройств приходят волонтеры. Для жителей открыта региональная горячая линия по вопросам перехода на цифровое эфирное телевидение. Аналоговое в Крыму отключат 14 октября. Елена Байрамова, Владислав Кравцов, Новости 24. Не знаю, как ты, Стефан, а я не перестаю восхищаться тем местом, той прекрасной локации, в которой мы сегодня находимся. И, конечно же, хочется сказать большое спасибо нашим партнерам, компании Favilla, которые предоставили эту мебель, с помощью которой мы чувствуем себя еще более уютно, комфортно и радостно. Ну, а главное, что эта мебель очень удачно вписывается в наш зеленый интерьер. Кстати, говоря о нем, я вот все не могу понять. Вот на улице уже осень, уже прохладно, особенно с утра, ночью. А здесь вот просто царит лето. И вот у меня диссонанс просто, я не понимаю, как же мне одеваться, что людям посоветовать. И думаю, что все-таки гадать не будем. Есть люди, которые знают, какая сегодня будет погода, будет ли дождь и все-все-все подробности. Эфир продолжит прогноз погоды. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон» Ну, а теперь наши крымские жители знают, чего же можно ожидать от погоды в течение дня. Брать ли себе зонтик или, может быть, можно одеться по-летнему еще, хотя бы в душе сохранить это состояние, да, так сказать. Ну, а специально для наших телезрителей я хочу акцентировать внимание на том, что мы вещаем на двух телеканалах. Это «Крым-24», первый «Крымский». А самое главное, что сегодня оба эти телеканала, оба эфира, многие передачи в этих эфирах будут говорить, рассказывать об археологии. Расскажем чуть позже об этом и мы, соответственно, расскажем почему так, с чем это связано и множество интересных подробностей. Но пока что я предлагаю перейти к дайджесту, где мы расскажем вам о том, что же интересного сегодня будет еще в нашем эфире. Зима близко. В течение пяти дней Ялта станет центром международного киноискусства. 20 сентября на полуострове стартует фестиваль «Евразийский мост». Подробнее о празднике мерцающего экрана расскажет гость студии. Все это и многое другое в эфире «Утро нового дня». В столице нашего полуострова на Куйбышевском рынке была обнаружена партия, так сказать, санкционных сыров. Не слышал об этом? Вот видео показывает. Слышал, но я хочу, чтобы ты еще кое-что об этом рассказала. Я бы хотела рассказать о том, что этот сыр, абсолютно разные виды, камамбер, бри и так далее, были привезены. И я так понимаю, ни качества, ни маркировки на них не было? Не было ни того, ни другого, конечно же. Это не могло остаться без подозрений. И вот в ходе руководства с этими подозрениями была организована проверка и выявлены все эти факты нарушений. Ну а мы движемся дальше и забежим даже немножечко вперед. Надо рассказать обязательно о том, что случится уже совсем скоро, 27 сентября, вернее, с 27 сентября по 30 апреля в Симферополе, в Симферопольском районе и Бахчисарайском районе будут отключения воды и перебои. Да, и хотелось бы, конечно же, отметить, где конкретно будет отключена вода, чтобы наши крымчане могли об этом знать. Итак, речь идет о таких селах, как Малиновка, Кизиловая, Каштановая, Бетумная, Фонтаны, Партизанская. Ну и здесь нужно еще добавить, что многие из этого перечня села и многие, которые мы еще не озвучили, потому что список действительно прям большой. Ознакомиться, кстати, вы с ним можете на официальных сайтах Симферополя. Так вот, в некоторых селах, в каких-то из них воды не будет полностью на протяжении всех этих дней, в каких-то вода будет по часам идти. Пока что конкретной информации нет, но вскоре она появится, так как уже мы подходим к этому дню. Ну а на этом, я думаю, что стоило бы узнать, что же еще интересного происходит у нас на Крымском полуострове. О том, что на улицах нашего города, так как мобильный корреспондент Александр Кононов, которого мы по специальному партийному заданию отправили, чтобы он узнал, что же на улицах, что полезного, интересного и, возможно, даже увлекательного, можно рассказать нам и нашим телезрителям. Доброе утро, Саша! Доброе утро, Саша! Доброе утро, коллеги! Доброе утро, коллеги! На часах уже 7 часов 21 минута. Четверг, 19 сентября. На улице, как вы уже успели по мне заметить, довольно-таки прохладно, а еще буквально совсем недавно нас пригревало теплое летнее солнышко, но уже как бы осень на дворе. Поэтому вы можете видеть слегка вот на деревьях чуть-чуть пожелтевшие листья. И по данным синоптиков, влияние на погоду в Крыму будет оказывать холодный фронт сегодня. Утро и вечер в Симферополе будут слегка пасмурными. Это вот можно будет видеть... Сейчас я секундочку покажу вам. Днем, по небу, которое я вам сейчас демонстрирую, да? Вот. А днем будут небольшие прояснения. Без осадков, поэтому я думаю, что зонт сегодня брать не стоит. Но, тем не менее, если вы вдруг выходите очень рано утром, то есть в данный момент, если вы уже вышли, то очень хорошо, что вы с собой взяли теплые вещи. И если вы также возвращаетесь с работы тоже поздно, я рекомендую с собой в машину на всякий случай что-нибудь тепленькое положить. Если же вы, так сказать, дневной работник, то вполне возможно, что футболки будет достаточно для этого. Температура ночи будет плюс 7, плюс 9. Температура днем прогреется до плюс 20. Ну, а сейчас температура примерно где-то градусов 15-19. Ну, по моим ощущениям, где-то, возможно, и 14. За последние 130 лет максимальная температура была 37,2 градуса. Это самое. Теплая была она в 1994 году. Ну, а самая минимальная 3,5 градусов в 1956 году. В этот день, 19 сентября, начинались Михайловские заморозки по утрам. И поэтому наши предки определяли зиму по осиновым листьям. Если они ложатся лицом вверх, то значит зима будет прохладная. Если же изнанкой, то зима будет теплая. Если и так, и так, то умеренная. Хочу предупредить всех жителей Симферополя, что с 27 по 30 число, 30 сентября, будет отсутствовать водоснабжение. Это связано с тем, что будут проводиться работы на улицах Симферополя по переустройству сетей. Более детальную информацию вы сможете найти на сайте Вода Крыма. Коллеги, как у вас обстановка? Передаю вам слово. Ира, как давно ты болела? О, Стефан, твоими молитвами болела я, конечно, давно. Но хотелось бы, чтобы этот момент меня миновал. Ну, я слышала, что все-таки каждый год практически наступает сезон гриппа и других инфекций, которым поддаются не только взрослые, но и дети. Да, в сезон холодов, похолодания, разгуливаются вирусы. И одним из наиболее опасных является как раз таки вирус гриппа. Знаешь, откуда я владею этой информацией? Вот спроси меня. Вот спрашиваю. Откуда? А вот специально для нашего эфира и для людей, конечно, для наших зрителей, чтобы они подчеркнули для себя некоторые моменты, как оставаться зимой, осенью здоровыми, не болеть, вместе с командой Первого Крымского мы подготовили специальный репортаж, который дальше и покажем. Даже с наступлением холодов обойтись без дорогостоящих таблеток и лечения от вируса гриппа можно, уверена Елена Назарчук. Главное – пройти вакцинацию. В прошлом году мы сделали прививку от гриппа. Зима прошла нормально, никто не заболел, ни я, ни ребенок. В этом году мы будем делать только ребенку прививку, потому что, как я, не могу в положении. Кроме того, прививку от гриппа нельзя делать тем, у кого повышенное давление и температура. Во время предварительного осмотра участковый врач проверяет все эти показатели. У вас есть аллергия на куриные яйца? Хорошо, тогда прививка у него разрешается. В состав вакцины входят компоненты куриного белка, а потому каждый посетитель должен рассказать о наличии или отсутствии аллергии. После того, как осмотр прошел успешно, направляемся в прививочный кабинет. Противопоказаний, кстати, у вакцины нет. Закупают ее у отечественного производителя даже из-за рубежа. По словам врачей, большинство симферопольцев проходят через эту процедуру не впервые, а потому заходят в кабинет без лишних переживаний. Здравствуйте. Процедура занимает всего несколько минут, а пройти ее необходимо именно в сентябре. По статистике, эпидемиологический сезон пик опасности заразиться вирусом гриппа начинается с середины ноября по декабрь. А иммунитет к недугу вырабатывается за два месяца после вакцинации. Пройти процедуру бесплатно могут все желающие. В рамках прививочной кампании сотрудники 4-й симферопольской поликлиники получили почти 30 тысяч ампул с препаратом. 45% от населения мы должны привить от гриппа. Я хочу призвать всех жителей Симферополя и Крыма сделать данную прививку от гриппа, потому что это убережет в дальнейшем от заболевания, не дай бог, еще будут осложнения. Грипп опасен своими осложнениями. Даже сделав прививку, минимальная вероятность заразиться вирусом остается, акцентирует внимание врачи. Однако в таком случае болезнь пройдет в более мягкой форме, без затяжного периода выздоровления и реабилитации. Стефан Филатов, Алексей Староженко. Утро нового дня. Находясь в такой экзотической локации, такое ощущение, что где-то неподалеку находятся камни, и, возможно, какие-то древние сооружения. У тебя нет такого ощущения? Интересные у тебя ассоциации. И мыслишь ты верно, потому что сейчас мы узнаем подробности об археологических раскопках. И в гостях у нас человек, который об этом всем нам расскажет, Александр Герцен, декан исторического факультета археологии Таврической академии имени Вернацкого. Александр Германович, доброе утро. Доброе утро. Насколько нам известно, вот сейчас уже подошел к концу, да, археологический сезон. А с чего же он начинается все-таки? Вы знаете, в нынешних условиях он не заканчивается. Практически раскопки у нас круглогодичные. Ну, вы знаете, я не могу, конечно, отвечать за весь спектр археологического исследования, которое проходит на территории нашего полуострова. Новостроечные нынешние, вот, большие по масштабам работы, они требуют постоянного присутствия археологов. То есть, невзирая ни на погоду, ни время года. Мне, конечно, проще было бы говорить о том, чем занимается в этом плане наш Крымский федеральный университет, гостеприимством которого мы пользуемся в этом райском уголке. Хочу отметить, что, вот, кстати, насчет начала я все-таки действительно оговорюсь. Наш исторический факультет, это как раз то структурное подразделение КФУ, которое и готовит археологов. То есть, наша задача, не только академические исследования, да, они, конечно, очень важны, вот, но задача первого уровня, это готовить будущее нашей Крымской археологии. А вот, скажите, каким образом готовят археологов? Ну, естественно, как любой процесс обучения, он распадается на две фазы. Теоретическая, то есть, они слушают курс, общий курс основ археологии. И это все заканчивается, вообще, учебный год на первом курсе завершается археологической практикой. И мероприятием, которое все поколения студентов, которые прошли через наш факультет, вспоминают, как лучшие дни своей студенческой жизни. Да. Ну, конечно, это напряженные дни, нельзя сказать, что это такое, знаете, придание какому-то расслаблению и отдыху. Наоборот, это 24 часа. В определенных условиях, да, проводить? Конечно, да. И поэтому, вот, учитывая эту специфику, мы как раз работаем на памятниках, которые позволяют именно из поколения поколения готовить вот будущих археологов. А вот много ли таких памятников и на каких работаете? Ну, вот я вам могу сказать, что нашим полигоном, основным, давним полигоном, ну, является средневековый город, крепость, ну, его называют еще пещерным городом, самый большой в этой группе поселений средневековых, это Мангуб. Это плато площадью около 1 квадратного километра, на котором мы прослеживаем объекты, памятники, начиная с эпохи бронзы и завершая концом 18 века. То есть вся, можно сказать, история Крыма, весь ее спектр здесь представлен, и причем представлен подкрепленной еще и, ну, можно сказать, шкалой исторических событий, что не так часто бывает в отношении археологических объектов. Это византийская крепость, которая возникла еще в VI веке. Здесь были и хазары, здесь возникло в XIV веке княжество Феодоро, с которым устанавливались отношения России, ну, тогда еще великого княжества Московского, формирующейся Россией, вот, велись переговоры о династическом браке между представительницей правящей здесь династией, кстати, у которой в качестве их официальные символики были двуглавые орлы, раньше, чем еще это произошло в России. Вот, ну и героическая оборона Мангупа полугодовая во время вторжения на Крымский полуостров Османских войск, это очень яркая страница, и 300 лет еще пребывания в качестве турецкой крепости, центра Кадылыка, то есть очень-очень... Очень богатая история, насколько я понимаю. Богатая, и поэтому здесь, вот мы работаем, вот в этом году, это был 52-й сезон Мангупской археологической экспедиции, начиналось еще с Крымского педоперинститута, ну и сейчас мы уже работаем как федеральный университет. Вот что, ну, если говорить об этом полевом сезоне в отношении Мангупа, то мы продолжаем исследование резиденции правителей княжества, дворец Мангупских князей, западная часть его изучается. Это комплекс, который уже ряд сезонов, еще, очевидно, нам предстоит продолжать здесь исследование. И каждый год приносит, конечно, много интересного. Вот в этом году открыта, например, часть застройки дворца, которая содержит очень важные для нас материалы 14-го века. Это сам дворец основан 15-го века, но вот здесь как раз этот период, когда Крым находился в составе Золотой Орды. И связи здесь очень широкие, дальние, межцивилизационные, торговые, прекрасные у нас коллекции посуды, причем дальний импорт. Это Селадон, например, возможно, китайского производства. Мы, в общем-то, можно сказать, чемпионы по количеству находок монет, ну, за исключением, наверное, Херсонеса, более 100 монет. Причем диапазон широчайший, от поздних римских императоров до монет Крымского ханства и Турции. В этом отношении Мангуб, конечно, уникален. Исследуется церкви, потому что это был город, который в глубинной части полуострова распространялось христианство, начиная еще с 5-го века нашей эры. А в 14-15-м это был оплот православия на Крымской земле. Здесь десятки церквей, это центр митрополии, годской митрополии. Вот это важный тоже сюжет истории Крыма, культурной и конфессиональной истории. Ну, кроме Мангуба, у нас еще ведутся исследования и на других объектах. Вот профессор Храпунов, Игорь Николаевич, он ведет исследования на некрополе Опушки. Это Мазанский сельсовет. Это уже фактически Долгоруковская яйла, высокогорная достаточно для Крыма местность. И здесь вот этот Опушкинский могильник, который еще в 2002 году, он стал уже объектом грабительских раскопок. Это, к сожалению, одна из наших миссий, это вести спасательные работы. По следам, к сожалению, нередко грабителей, которых по недоразумению называют черными археологами. Нет, это грабокопатели, это грабители. Так вот, Игорь Николаевич в этом году раскопал более 30 погребальных сооружений. Причем, чем интересен этот могильник? По-своему, уникальный. Он дает нам представление о тех этнических общностях, которые на нашем полуострове были представлены вот в это очень сложное, динамичное время, первые века нашей эры. Здесь у нас и поздние эскифы, государство которых существовало с третьего до по третий нашей. Здесь и вторгавшиеся в Крым сарматы, средне-поздне сарматская культура, и предшельцы, которые, ну, можно сказать, на основе которых у нас формировалось уже и средневековое население. Я прошу прощения. Это очень интересно. Я прошу прощения, время, к сожалению, подходит к концу. Мы благодарим вас за очень познавательный и действительно полезный рассказ. Большое вам спасибо, но я хочу напомнить, что у нас в гостях Александр Герцен, декан Исторического факультета археологии Таврической академии имени Вернадского. Ну, а мы продолжаем наш эфир и дальше расскажем вам об актуальных новостях, о новостях интернета, о том, что сейчас в тренде, о том, что сейчас лайкают. Далее в нашем эфире. Но в процессе столкнулись с забором и запертыми воротами. Перелезть через преграду и перетащить похищенное помогли подручные средства. Лавочки, столы, скамейки, все, что было поблизости, пошло в ход. В одном из жилых районов Норильска сел вертолет. Очевидцы не сразу поняли, что на улице не ураган. Зрелище собрало немало зевак. Не каждый день такое случается, а ведь парковка для такого вида транспорта в пределах этой территории не предусмотрена. За что владельца и пилота оштрафовали на 2000 рублей. В Башкирии семейство зайчат упало в заброшенный нефтешламовый накопитель. На помощь зверькам пришли сотрудники одного из местных заводов. Они два часа очищали малышей от нефтепродуктов и после отнесли их домой. Оказалось, все это время их ждала мама зайчиха. В США дама, чтобы справиться со стрессом во время перелета из Чикаго в Амаху, взяла с собой на борт самолета Пони. А как вы справляетесь? Чем успокаиваете себя? В 2000 рублей кубанские стражи порядка оценили проезд иномарки по пешеходному мосту в Геленджике. В ожидании сотрудников ДПС владелец кроссовера быстро снял тонировку с передних стекол, а несколько позже рассказал, что, мол, хулиганить не хотел. Просто за рулем у него прихватил живот и он отправился на поиски врачей. Сотрудники МЧС Дагестана спасли котенка, пробив стену дома. Вечером в дежурную позвонил мужчина, который сообщил о мяуканье у него в квартире. На вызов приехали спасатели, которые с помощью перфоратора просверлили стену и вытащили измученного питомца. Предположительно, четырехлапый упал с чердака в шахту девятиэтажного дома и провел в таком положении два дня. Сама высокая приора теперь ездит пузом кверху. Ребята поспорили между собой, сможет ли этот автомобиль ездить, так сказать, вверх ногами. Накануне, поверишь, стояло 500 рублей. Мне кажется, здесь все дело было в спортивном интересе и деньги тут уже отходят на второй план. Самое интересное, что умельцу для того, чтобы провернуть всю эту операцию, перемоделировать, пересобрать свою машину, понадобилось всего лишь полтора месяца. За это время он, естественно, изменил диски, если так можно выразиться, потому что многие люди в постах, в социальных сетях пишут, что это скорее какие-то колеса, знаешь, от карет, от старых. Да, напоминаю, согласна. Действительно, они вот так выглядят. И, повторюсь, вот за полтора месяца он сделал такое, и в планах тоже у него немалое. Правда, пока что он об этом не признается. Но, как говорит сам умелец, он уже собрал аппарат, который может ездить даже по воде. Ты знаешь, а вот по поводу того, чтобы ездить на воде и не только. Я думаю, что наш мобильный корреспондент Александр Кононов сейчас находится на улицах города Симферополя и, возможно, даже изучает транспортную ситуацию. Но, возможно, и что-то более интересное, чем этот вопрос. Я предлагаю не гадать, а прямо сейчас и узнать, что же для нас Александр приготовил. Саша. Доброе утро, Саша. Сейчас я нахожусь на улице Александра Невского, где капитальный ремонт первого участка уже проходит к завершающему этапу. Так нам сообщил представитель подрядчика, который осуществляет эти ремонтные работы. Сегодня уже должен завершиться первый этап укладки асфальта. Как вы видите, за мной уже асфальт уложен, но еще не до конца, до улицы, до Суворовского спуска. Прямо сейчас он уложен до Суворовского спуска и параллельно с этими работами проводятся работы по укладке тротуарной плитки. Как вы видите, уже за мной тротуарная плитка закончилась, поэтому если вдруг девушки сегодня с утра решили выбрать длинные каблуки или шпильки, я не рекомендую им использовать именно этот маршрут, так как он нелегоприятен для такой обуви. До улицы Жуковского выложена тротуарная плитка, вы можете это видеть. Дальше уже просто идти не совсем удобно. По словам, кстати, подрядчика, завершение укладки плитки до Суворовского спуска потребуется еще 2-3 дня примерно. Также он добавил, что параллельно вместе с этим на участках работают специалисты предприятия «Вода Крыма». Они занимаются заменой сетей бытовых канализаций и прокладкой новых сетей ливневых канализаций. «Вода Крыма» сейчас работает возле Суворовского спуска и занимается там заменой коммуникации. Замена коммуникации тоже должна завершиться буквально через 1-2 дня. И это не мешает нам в процессе укладки нового асфальта, так сообщил нам представитель подрядчиков. В принципе, сейчас я вам покажу всю обстановку на улице Александра Невского. Работы сейчас проходят в самом разгаре, как вы можете видеть. Новый красивый ровный асфальт уложен уже. Бордюры выставлены. И слегка оживленная улица. На этом у меня все, коллеги, передаю вам слово. Спасибо, Саша. Ну а мы движемся дальше и направляемся прямиком в Гагаринский парк. А там случилось отличное. Я вот не знаю, как по-другому выразить, но просто слов не остается других. Вот такая интересная, важная, актуальная новость. Дело в том, что на данный момент территория парка Гагарина составляет 32 гектара. А уже в ближайшем будущем уже начались работы. Эта территория расширится. Почти в половину станет 57 гектаров. Работы ведутся там масштабные. И какое-то время это все займет. Тем не менее, вы только представьте, что нас ожидает впереди. Да, самое главное, хочется отметить, что работы ведутся для того, чтобы наш город, Симферополь, становился более красочным, природным, зеленым, так сказать. Да, вот парки, скверы, чтобы облагораживались. Вот ты знаешь, раз мы заговорили на тему природы, всей этой красоты, хотелось бы узнать, как давно ты был в Ялте? И любишь ли этот город? Ялту обожаю. Но надо признать, во-первых, я думаю, ни для кого не секрет, что Ялта это один из главных и, пожалуй, даже главный курортный город Крыма. Был не так давно, был летом, потому что у нас зачастую съемки там проходят. А почему спрашиваешь? Вот просто я хотела уточнить, а в Никитском ботаническом саду ты вообще часто бываешь или нет? Ты обращаешь ли внимание на прекрасные растения, например, как у нас в студии сейчас? Ну вот на эти растения я не могу не обращать внимания. А вот в Никитском ботаническом, ну вот, к сожалению, к своему упущению великому, был я давно, наверное, еще в школе. А вот Александр Ткачев, наш корреспондент, побывал там. И что же он делал? Сейчас узнаем. Это вовсе не черный ящик, а закутанное в полиэтилен уникальное растение. Сосна, жифрея. Таких сосен на полуострове больше нет. Конкретно этот экземпляр я вырастил собственноручно из семейки, которую мне привезли из Северной Америки. И теперь это дерево хочу подарить Никитскому ботаническому саду. На своей родине сосна достигает 65 метров в высоту и имеет сизую хвою. Особенность дерева в запахе смолы, живицы. Аромат нетипичный, напоминает смесь ванили и лимонной цедры. Спасибо большое за такой прекрасный подарок. Никитский сад собирает растения со всего мира. И вот такой замечательный экземпляр веткой сосны, которой у нас нет, я думаю, что найдет достойное место в Каниферетуме. Каниферетум – это как раз парк хвойных нашего Никитского сада. Дерево – общий вклад редакции «Утро нового дня» в коллекцию хвойных растений, в частности сосен, который в Никите собирают с 1812 года – даты основания сада. В Никитском ботаническом саду на площади 40 гектаров произрастает коллекция галасимных растений из 175 видов, разновидностей и садовых форм. Наибольшую представленность имеют роты кипарис – это 28 таксонов, затем можжевельник – 24 таксона, сосны – 20 таксонов. За прошедшие два столетия запах хвои стал визитной карточкой крымского лета. Большинство этих ароматных растений привезены из зарубежья. В коллекции Никитского ботанического сада произрастает сосна, которая является самой теплолюбивой сосной. Это сосна Монте-Сумы. Родина ее Гватемала и Южная Мексика. У этой сосны уникально длинная хвоя. На родине до 50 сантиметров длиной, в условиях южного берега Крыма примерно 25 сантиметров длиной. Вот мы под кроной этого дерева находимся. А вот еще один уникальный экземпляр. Таких деревьев на весь полуостров не более десятка, несмотря на то, что растение буквально сразу успешно адаптировалось к нашему климату. Мы находимся рядом с очень интересным видом сосны. Это сосна Бунги, родом из Северного Китая. Очень засухоустойчивый вид. Обратите внимание, какая красивая кора, имеющая рисунок камуфляжа. Из-за привлекательной коры 8 лет назад дерево чуть не погибло. Вандалы острым ножом со ствола срезали большой пласт коры. Дендрологи делали неутешительные прогнозы. Но сосна пережила ранение, и теперь ее украшает глубокий шрам. Работники ботанического сада планируют в ближайшем будущем широко культивировать сосну Бунге в Крыму, так же, как в свое время распространили итальянскую. Перед нами один из старейших экземпляров сосны итальянской пинии. Посадка 1818 года. Три дерева произрастают, прекрасно себя зарекомендовали, дают схожие семена. Это дерево прошло интродукционное испытание. Теперь это не только визитная карточка средиземноморских стран, но и южного берега Крыма. По мнению дендрологов, вечно зеленые деревья очень важны в условиях жаркого климата. Они не только дезодорируют воздух, но и, самое главное, дают густую тень летом. Ученые доказали, что южное солнце способно накалять камни до 90 градусов, в то время как под кронами деревьев сохраняются комфортные плюс 20. Александр Ткачев, Алексей Семенов. Утро нового дня. Так приятно осознавать, что крымчане неравнодушны к тому, в каком состоянии земля, по которой мы ходим, которое нас радует, которое нам дарит свои вот такие вот красоты. Действительно, это очень важно, что люди адекватно реагируют, подходят к этим вопросам, и их, как правило, становится больше. Кстати, что же ими движет, вот сейчас мы и узнаем. У нас в гостях Александр Дубовик, лидер общественной инициативы СтопХлам Крым. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Сергей меня зовут. Прошу прощения. Сергей Александрович, ну вот очень интересное название, да, СтопХлам Крым. Сразу же хотим спросить, что это. Расскажите, пожалуйста, чтобы мы и наши телезрители могли понимать. Доброе утро. СтопХлам Крым – это общественная инициатива, лидером которой я являюсь. То есть у нас группа специалистов неравнодушных к экологии в Крыму. То есть мы боремся с несанкционированными свалками, помогаем структурам, так скажем, вовремя вывозить мусор. Работаем над тем, каким можно построить систему переработки, строительства полигонов. Ну, то есть полный цикл – это вот наше направление. Я вот уже предчувствую, нас наверняка смотрят волонтеры, которые, может быть, пока что маленькими группами заботятся об экологии полуострова и хотели бы как-то вот масштабнее это все делать. Как же им вот найти вас, как присоединиться, попасть в ряды? Ну, мы открыты для всех. У нас есть сайт, называется он stophalomkrym.rf. На сайте есть почта, номер телефона, есть ссылки на соцсети. То есть можно войти в группы, присоединиться, участвовать, писать нам, где есть какие проблемы, а мы будем помогать их решать. За последнее время чем занимались, какими районами, какие это были города? Ну, мы занимались Симферополем непосредственно, вот каменская свалка, мусороперерабатывающий завод. Нас приглашали жителей города Саки помочь решить вопрос слива сточных вод в грязевое озеро. Вот мы там, в принципе, поработали, 4 месяца добились того, чтобы слив прекратился, чтобы наложили штраф на ту организацию, которая сливала. Вот, и это очень большая работа, на самом деле жители города Саки нам очень за это благодарны. Расскажите, пожалуйста, вот о последствиях. Вот слив, да, в озеро, в каком состоянии озеро находилось? Ну, дело в том, что Сакское озеро, оно поделено на 7 бассейнов, и есть бассейны, которые собирают пресную воду, есть бассейны, которые были построены изначально как техногивные сооружения для канализации и так далее и так подобное. То есть то озеро, которое является непосредственно грязевым, в него сегодня уже слива нет. И это главное, наверное. Это главное, да, что сохраняется его экосистема. Скажите, пожалуйста, а вот 21 сентября акция, да, стартует? Расскажите подробнее, чтобы мы могли знать. 21 сентября в России пройдет Всемирный день чистоты. К этому дню, значит, приурочная акция «Сделаем», которая стартовала еще в 2008 году. Один неравнодушный эстонец устал наблюдать за стихийными свалками. 7 месяцев они готовились, 3 мая 2008 года. В Эстонии вышло более 50 тысяч волонтеров, и за один день они убрали всю территорию Эстонии от стихийных свалок. Вот с этого времени акция начала набирать популярность, и сегодня более 150 стран участвуют в этой акции, и Россия в том числе, и Крым тоже присоединился. Но вот насколько я понимаю, в этот день, 21 сентября, по всему миру, в России, в Крыму, да, проходит массовая уборка мусора. Интересно узнать, какие еще мероприятия проводятся? Потому что, ну, как мне кажется, важно же, наверное, общаться и с людьми, доносить какую-то информацию до них, популяризацию, вести вот этого образа жизни. Проводится ли такое? Да, конечно. Основная цель акции – это не просто выйти и организовать субботник. Основная цель акции – это донести до населения, что, во-первых, очень важен раздельный сбор мусора, и второе – это сохранение чистоты. То есть субботники проводить можно, согласитесь, каждую субботу. Конечно. Но если мы будем осознанно сохранять чистоту, то этого делать не придется, это облегчит нам всем жизни, мы сохраним хрупкую структуру экосистемы, которая у нас есть, у нас все-таки курорт, к нам едут люди, и очень важно, чтобы везде было чисто. Скажите, а планируете какие-то вот еще проекты или акции в ближайшее время? Возможно, есть уже в планах, в целях? Мы, как организация «Стоп Хлам Крым», работаем над этими вопросами каждый день. И нам каждый день пишут люди, звонят, обращаются. То есть мы, в принципе, занимаемся этим ежедневно, а такие крупные глобальные акции, они не могут проходить часто. Почему? Потому что это ресурс. Вот, допустим, на сегодняшний день в Крыму в акцию участвуют 7 городов, 81 сельское поселение, 12 районов. А что это за города? О каких городах речь? Все города, которые есть в Крыму, все, без исключения. Без исключения. И уже почти 8 тысяч волонтеров у нас, около 700 мест уборок зарегистрировано. То есть мы вот сейчас стартуем, и, грубо говоря, на весну мы хотим провести уже более масштабно. Сергей Александрович, спасибо большое. К сожалению, время подходит к концу. Мы благодарим вас за информацию, очень полезно, интересно. Напоследок можно сказать пару слов? Давайте. Хочу пригласить всех жителей полуострова принять участие в этой акции, навести порядок в своем родном крае, не надеяться на кого-то и сохранять ту чистоту, которая будет у нас уже 22 сентября. Огромное всем спасибо. Дело хорошее, говорите убедительно. Возможно, мы с Ириной тоже к вам даже присоединимся уже в эти выходные. Ну, а я хочу напомнить, что в гостях у нас был Сергей Дубовик, лидер общественной инициативы «Стоп Хлам Крым». Ну, на этом мы не будем останавливаться. Будем надеяться, что ваша деятельность войдет в историю. А вот сейчас мы поговорим о том событии, которое уже вошло в историю. В этот день, 131 год назад, прошел первый в истории конкурс красоты. Он состоялся в Бельгии. С этим событием связано несколько интересных фактов. В финал состязания прошла 21 претендент, «Катбор» проходил по фотографиям, присланным жюри. Конкурс был чрезвычайно скромным. Участницы должны были оставаться неизвестными широкой публике, поэтому жили в отдельном доме, а на соревнования они доставлялись в закрытом экипаже. Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре, которой досталась премия в 5000 франков. Корону на первую мисс не надевали. Этот атрибут был придуман позже. Статус международного конкурса Мисс Мира приобрел 15 апреля 1951 года. В Советском Союзе первый официальный конкурс красоты состоялся 100 лет спустя после бельгийского в 1988 году. 16-летняя Маша Калинина первая московская красавица. Сегодня она живет в Лос-Анджелесе и преподает йогу в собственном центре. Интересно, что проведение фестиваля не всем по нраву. Феминистки часто протестуют против эксплуатации женской красоты. Однако, несмотря на критику, каждый год самую красивую девушку выбирают практически во всех странах и на всех континентах. А мы находимся в очень яркой, такой хорошей, я бы даже сказала, позитивной локации. И именно за мебель, которую нам предоставили для этого, мы хотим сказать спасибо нашим партнерам, компании «Фавила». Но самое главное, как по мне, это то, что эта мебель идеально вписывается в наш зеленый интерьер. Кстати, знаешь, вот только что ко мне пришла гениальная мысль. Возможно, я, конечно, утрирую, потому что действительно растительность здесь очень интересная. И вот мне интересно, есть ли здесь какие-то насекомые, потому что столько зелени, как же без них? Даже мне показалось, что вот кто-то там пробежал. Я думаю, если бы были насекомые, ты бы услышал это первое, потому что я их очень боюсь. И независимо от того, пауки, змеи, кто бы это ни был. Кстати, есть такая информация, что страх и спуг бодрит. А вот для того, чтобы твое утро было более бодрым, мы покажем следующий репортаж тебе и нашим зрителям. Репортаж о муравьиной ферме. Муравьиная колония в качестве домашнего любимца? Почему бы и нет? Не требовательны в содержании, не линяют, не портят мебель и не нуждаются в ежедневных прогулках. Содержать насекомых у себя дома совсем не сложно. Главное, поддерживать повышенную влажность и регулярно их кормить. Кстати, едят они злаковые, но их любимое лакомство – это вареный белок и желток. Влад обзавелся необычными питомцами месяц назад, а новоприобретений не сожалеет. Рассказывает, что наблюдать за ними – одно удовольствие. Обычно им этой пробирки хватает на 7-10 дней. То есть, уезжая, можете спокойно оставить своих питомцев одних. Главное, проверьте, что у них и на складе корма хватает. В муравейнике каждый выполняет свои обязанности. Бездельников здесь нет. Разведчики ищут новые источники пищи, солдаты защищают от врагов, рабочие особи организуют быт колонии. А матка отвечает за воспроизводство новых особей. Вообще, если поставить две колонии рядом, то между этими колониями будет война. У нас была такая ситуация, к нам на подоконник приходили другие муравьи с улицы. И как-то раз я одного из них поймал на бумажку, бросил к ним в ожидании того, что они могут быть как-нибудь подружицей. Но его разорвали на части. И после этого, не знаю, взаимосвязаны или нет, но муравьи на подоконник больше не приходят. Один из главных плюсов колонии – она не занимает много места. Формикарий, так называется аквариум для содержания муравьев, может разместиться даже в офисе на рабочем столе. Формикарий состоит из арены, там, где муравьи ходят и ищут зерна, пропитание свое и систему ходов, где они, собственно, живут. Поэтому просто заселяем муравьиную колонию формикарий, они там обустраиваются и все. Есть тут и пространство для творчества. Дмитрий разрабатывает декорации, в которых живут насекомые. Вот такие элементы рельефа он моделирует на 3D-принтере. Ферма для насекомых – это емкость, которая наполняется опилками, камнями или даже гипсом. Вот это, например, наполнено морскими камнями. А проявив фантазию, можно сделать декор своими руками. Свои формикарии заводчики часто сравнивают с космическими кораблями. В каждой такой станции развивается своя муравьиная цивилизация, наблюдая за которой можно почувствовать себя настоящим исследователем. Сабина Петренко, Максим Турчев. Утро нового дня. Снова доброе утро, крымчане. Доброе утро тем, кто присоединился к нашему эфиру. Заваривайте теплый и ароматный чай, устраивайтесь поудобнее, потому что еще целый час для вас будут вещать Стефан Вилатов и Ирина Берелек. И это будет происходить на двух телеканалах – «Первый Крымский» и «Крым-24». Не могу не обратить ваше внимание на эту прекрасную экзотическую студию, в которой мы находимся. А это Академия архитектуры строительства, за что мы благодарим. Точнее, благодарим за то, что нам предоставили эту отличную локацию. Но сейчас самое время перейти к новостям. Я думаю, Стефан поддержит. Поддержу. Тем более, первая новость касается работы военных, что мне, конечно же, как мужчине наверняка интересно, как и остальным, я имею в виду. Так вот, противодействие терроризму, отработка работы, отработка навыков в критических ситуациях, в экстремальных ситуациях – все это прошло в рамках учений, которые состоялись на Черном море. Присутствовал там наш корреспондент Александр Федорчак, который продолжит тему. Каждый день в 5 утра экипаж этого судна в полной готовности. Персонал из 8 человек занят своей работой. До мелочей знают каждый уголок и каждую деталь корабля. Контролирует весь процесс капитан. Он не отходит от штурвала. И вот после нескольких часов спокойного плавания на пульт управления поступает неожиданный сигнал тревоги. Внизу. Согласно легенде, в пограничном управлении уже знают о возможной провокации. Но для моряков это неожиданность. Эпизод разыгрывается в считанные минуты. К судну подходят катера, на них люди в масках. Прямо сейчас происходит условный захват судна «Колос-Лимин». Террористы уже высаживаются на корабль из подходящих катеров. Это удается благодаря тому, что среди состава экипажа были подельники, которые организовали всю эту историю. И теперь весь остальной персонал будут держать в заложниках. Противники занимают позиции по всему периметру корабля. С экипажем ведут себя как настоящие террористы. Все максимально приближено к реальности. Суда захвачено, всем лежать! В пограничном управлении ФСБ России собирают оперативный штаб и начинают переговоры с захватчиками. Те выдвигают неприемлемые условия. Атмосфера накаляется. Общение результата не дает. Наблюдаю у вас фактически вооруженного человека на верхней палубе. Не двигаю. Хочу у вас уточнить, у вас все в порядке? Все нормально. Все нормально. Поломка двигателя. Оперативном штабе принимают решение прекратить переговоры и переходить к наступлению. В эти минуты спецоперация начинает сбежать. С вертолета К-27 десантируется спецназ, который будет защищать корабль от террористов для того, чтобы соперник не сбежал по всему периметру. Вокруг корабля расположены катера, которые будут оказывать поддержку. Над палубой дымовая завеса. Все позиции террористов удается быстро обезвредить. Вскоре на палубу уводят освобожденных заложников. Это означает только одно. Главная цель спецоперации выполнена. Заложников освободили. Террористы обезврежены. И на данный момент отряды осматривают людей. Общей сложности спецоперация продлилась 12 часов. Участвовали группировки из разных ведомств. В оперативном штабе результатом учения довольны. Цели учения достигнуты. Задачи подчиненными подразделениями выполнены. Еще раз мы подтвердили готовность наших сил участвовать в фактической отработке элементов по контртеррористической защищенности. Подразделения готовы ко всему. Очередная отработка навыков показала, любая внештатная ситуация будет успешно решена. Александр Федорчак, Анатолий Агеев. Новости 24, Черноморский район. В эти дни, прямо сейчас, самые маленькие жители Бахчисарая отмечают новоселье. Для них построили модульный сад на 100 мест. А самое интересное, что эта постройка уже вторая в районе за последние две недели, что не может, конечно же, не радовать. Но о подробности нам расскажет наш корреспондент Елена Бережная. Все эти дети для Сабины Сулейминовой, как родные, вместе с семьей, женщина переехала в Крым из Астрахани и не пожалела. Устроилась воспитателем в новый модульный сад. Сюда же привела и дочь. Деткам комфортно. Они приходят даже уходить, не хотят домой. Утром просыпаются, спросят, когда мы в садик пойдем. Им очень нравится. Все здесь ярко, красиво, чисто. Все для детей. Четырехлетняя Диляра от новоселья в восторге, как и ее новые друзья. Многие переехали из других переполненных детсадов города. В дружной компании комфортно и взрослым, и малышам. По современному оборудованию есть достаточное количество игрушек, новая современная мебель, оборудованные площадки. Мы готовы, мы настроены работать с хорошим радостным настроением. С открытием модуля очередь в Бахчисарае стала меньше на 100 мест, но вопрос не закрыт. Ждут еще примерно полторы тысячи малышей. Думаю, что еще минимум 2-3 садика крупных по 260 мест нам надо построить. Мы можем сколько угодно говорить о наших достижениях, но пока у нас есть очереди в детские сады, они все будут нивелироваться. Поэтому закрытие этой проблемы для власти является одной из важнейших задач. Это и рабочие места, вся жизнь заживает. Решение открытия дошкольного учреждения именно здесь оправдано. На одной территории теперь будет единый образовательный цикл. Модульный детский сад стал удачным продолжением школьной академии, которая находится рядом. Здесь решили не терять преемственность поколения, перешагнув. Первую ступень знаний малыши отправятся дальше, где их уже ждут учителя. Образование станет первой темой совещания в Бахчисарае после того, как здесь сформируют новую исполнительную власть. Говорить будут о том, как полностью закрыть очередность в дошкольные учреждения. Елена Бережная, Андрей Заричный, Новости 24, Бахчисарай. Цифра накрывает Крым. С 14 октября республика полностью уйдет от аналогового вещания. Практически стопроцентное покрытие позволит всем жителям Крыма, вне зависимости от того, в каком регионе они проживают, получать качественный уровень картинки, звука, изображения. Это совершенно другой уровень. Ну а подробнее эту тему расскажет наш корреспондент. Ой, надо включить новости посмотреть. Что там сегодня интересного? У Тамары Верещак после выхода на пенсию появилось больше свободного времени. Чаще удается смотреть любимые телевизионные программы. Однако аналоговым вещанием недовольна. Качество желает лучшего. Размытость такая. Не очень... И яркость, то слишком темно. Ну не очень качество на телевидении. Поэтому мы вот купили цифровую приставку. И только осталось подключить ее. Для этого потребуется всего несколько минут. Здесь нет ничего абсолютно сложного. Достаточно просто включить кабеля по цветам, воткнуть. И все, можно пользоваться. Приставка сама включается. Так что, Тамара Николаевна, пожалуйста. Сейчас попробуй. Инфраструктуру Крыма к переходу на новый уровень вещания подготовили в кратчайшие сроки. Если в 2014-м насчитывалось всего три антенномачтовых сооружения, то сегодня их около 50. В ноябре, получается, я узнал то, что будут отключать кабельное телевидение. Вот. Я сразу подключил себе приставку. Мне вполне это устраивает. Картинка хорошая, прекрасная. Смотрю и радуюсь жизни. Чтобы каждый человек смог больше узнать о цифре, профильное министерство провело большую подготовительную работу. Через МФЦ уже с сегодняшнего дня мы распространяем, прикрепляем к талонам, чтобы жители видели, по поручению главы республики Сергея Валерьевича Аксенова, с понедельника следующего мы уже будем непосредственно с помощью почты Крыма распространять в каждый почтовый ящик республики Крым, чтобы жители республики понимали и знали, как перейти спокойно на цифровое телевидение. Малообеспеченным и многодетным семьям республика компенсирует затраты на покупку приставки и антенны. На это в бюджете заложено около 60 миллионов рублей. Кроме того, на помощь в установке устройств приходят волонтеры. Для жителей открыта региональная горячая линия по вопросам перехода на цифровое эфирное телевидение. Аналоговое в Крыму отключат 14 октября. Елена Байрамова, Владислав Кравцов, Новости 24. Ира, скажи, ты любишь читать? Ой, я очень люблю читать. Хорошо, тогда продолжаем расспрос. А к собакам как относишься? Собак? Ты знаешь, я люблю и собак, и кошек. И даже всех бездомных я бы приютила. Как бы банально это сейчас не звучало, но это так. А вот к ни к чему хорошему, как показывает опыт, это бы не перевело. А говорю я конкретно об опыте одного из владельцев четвероногого. Так вот, однажды, возвращаясь после работы, он застал дома просто ужасную картину. Так сам он описывает то, что он увидел. Он говорит, это было больше похоже не на квартиру, а на поле боя. Дело в том, что его пес разорвал, разорвал корешки книг, разорвал страницы. И много, в общем, он сильно так поиздевался над книгой, над одной конкретной. А вот ирония этой ситуации в том, что эта книга называлась «Как правильно дрессировать и воспитывать своего питомца». И вот в соцсетях многие прокомментировали эту ситуацию таким образом, что пес, наверное, в свободное от ничего не делания время просто прочитал эту книгу, с чем, конечно же, не согласился и решил разорвать ее, чтобы никто не читал. Очень увлекательно рассказывал сейчас от тебя. Ты знаешь, я думаю, сейчас самое время немножечко переместиться с вот таких вот зоу-новостей, я бы сказала, и показать нашим гостям и нашим, точнее, телезрителям то, что же будет еще в прямом эфире в течение целого часа, которым мы будем вещать и радовать каждого из вас. В сентябре заканчивается текущий археологический сезон. Экспедиции сворачивают полевые лагеря. 2019 год стал очень результативным, что удалось откопать исследователям древностей. От нашего дома вашему редакция «Утро нового дня» сделала уникальный подарок Никитскому ботаническому саду и разобралась, какие хвойные лучше всего высаживать у дома. В течение пяти дней Ялта станет центром международного киноискусства. 20 сентября на полуострове стартует фестиваль «Евразийский мост». Подробнее о празднике мерцающего экрана расскажет гость студии. Все это и многое другое в эфире «Утро нового дня». В таком прекрасном настроении, конечно же, хочется выразить огромную благодарность компании «Файвилла», которая предоставила для нас эту мебель и скрасила, так сказать, утро каждого жителя. А еще что скрасило утро, по крайней мере, наше сырое, так это то, что за окнами уже видно, как солнце выглянуло, и появилась надежда, что скоро станет по-прежнему тепло, не так, как утром, потому что утром все-таки действительно прохладно. Так вот, солнце вылезло, кажется, что вот сейчас тепло, но уверенным же нельзя быть в этом. И гадать тоже сложно, потому что легко очень ошибиться, поэтому я предлагаю посмотреть прогноз погоды, чтобы знать наверняка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь наши крымчане будут знать, что же в течение дня приготовила для нас погода. Оно я бы хотела рассказать немножечко интересного. Крымские егери выпустили косулю в лес. Все началось с того, что житель села Кизилова Симферопольского района несколько дней назад заметил на дачном участке косулю, которая никак не могла выбраться, и два работника или даже просто таких добрых жителя решили посодействовать и помочь. И как? Вышло? Я так понимаю, что удачно. Вышло это удачно, только не своими силами справились мужчины. Помогали им всем, всем селом. Много людей вышло на помощь. Вызывали даже специальную структуру МЧС. В конце концов, успокоен наших телезрителей, зоозащитников, зоолюбителей. Косулю удалось спасти, и никаких повреждений животное не получило. Ушло целым и здоровым. Но мы продолжаем дальше и расскажем актуальную информацию, информацию следующего характера. 27 по 30 сентября часть Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского района останется без водоснабжения. В некоторых селах будет вот такой вот момент. Где-то, наверное, дискомфортный, но все же. Подробнее где и в каких селах, вы можете узнать на официальных сайтах и также вот сейчас на телеэкране. Это, конечно, отключение и перебои водоснабжения будут всего лишь на три дня. Тем не менее, для жителей села вода представляет совершенно другую важность, совершенно другой интерес. И я думаю, что вот это как раз те люди, которые радуются, что закончилось лето. Потому что летом надо и огород чаще поливать, ну и на другие нужды. Также воды уходит больше. Сейчас хотелось бы переместиться, возможно, на какую-то положительную новость, которую сможет рассказать нам наш мобильный корреспондент Александр Кононов, который сейчас гуляет по улицам Симферополя. Саш, что ты нам расскажешь? Доброе утро! Доброе утро! Да, коллеги, прямо сейчас я стою на остановке по улице Александра Невского. И здесь уже не так, точнее, здесь еще до сих пор не так оживленно, как было раньше, потому что до сих пор проходят ремонтные работы. Но очень скоро тут появится общественный транспорт, а это значит, на остановках будут люди, и они будут его ожидать. И, естественно, у меня для них есть очень хорошая новость. До конца 2019 года установят 75 умных остановочных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. В Симферополе уже установлено 25 так называемых умных остановок и до конца года планируют еще до установки 75 павильонов. Пока они еще не выполняют свои функции, об этом нам сказала глава администрации Наталья Маленко. По ее словам, система технологичных остановок заработает только тогда, когда произойдет установка всех павильонов. Они будут оснащены точками доступа Wi-Fi. Горожане также смогут видеть движение общественного транспорта на специальных сенсорных панелях и смогут зарядить свой смартфон. Сейчас мы более детально попробуем посмотреть. Я как раз-таки нахожусь возле этой технологичной остановки. Вот так вот она выглядит. А вот, вот хорошо видно, да? И мы сейчас посмотрим, где же здесь находится табло. Так. Секундочку. Вот здесь наверху, как вы можете обратить внимание, я сейчас подыму, находится сенсорное табло, где горожане могут отслеживать весь процесс. Так, вот-вот видно. И, конечно же, мы сейчас посмотрим разъемы специально для USB. Вот они находятся здесь. Здесь вот так вот. Четыре разъема. Также глава администрации города напомнила, что сегодня в Симферополе всего 395 остановок. Из них 250 уже оборудованы павильонами. Что уже хорошо. При этом планируется на всех остальных остановках это все установить до конца, точнее, до конца 2000-го, до начала 2021-го года. На этом у меня все, коллеги. Передаю вам слово и продвигаюсь дальше. Спасибо, Саша. Мы уверены, что это было полезно и информативно. Ну, сейчас, Стефан, хочу тебя немножечко в ответ порасспрашивать на те вопросы, которые были от тебя. Скажи мне, как ты думаешь, можно ли осень встретить и не заболеть? Я скажу даже больше, забегу немного вперед. Тут можно встретить, не заболев, не только осень, но и зиму, да и, в принципе, вообще любое время года. Конечно же, все зависит в первую очередь от человека, от того, как он за собой следит, за собой ухаживает, за своими близкими. И факторов здесь очень много. Лимоны тоже, кстати, кушать не забывай. И вам, зрители, также рекомендую. Ну, а если мы говорим конкретно о холодном времени, о наступлении холодов, преддверии зимы, то в первую очередь, конечно же, нужно пройти вакцинацию. Тем более, что, раскрою небольшую тайну, впереди у нас будет сюжет, репортаж, который мы с командой Первого Крымского подготовили. Так вот, как раз он о вакцинации и о том, почему ее нужно делать. Давайте посмотрим. Даже с наступлением холодов обойтись без дорогостоящих таблеток и лечения от вируса гриппа можно, уверена Елена Назарчук. Главное – пройти вакцинацию. В прошлом году мы сделали прививку от гриппа. Зима пришла нормально, никто не заболел, ни я, ни ребенок. В этом году мы будем делать только ребенку прививку, потому что, как я, не могу в положении. Кроме того, прививку от гриппа нельзя делать тем, у кого повышенное давление и температура. Во время предварительного осмотра участковый врач проверяет все эти показатели. У вас есть аллергия на куриные яйца? Хорошо, тогда прививка вам разрешается. В состав вакцины входят компоненты куриного белка, а потому каждый посетитель должен рассказать о наличии или отсутствии аллергии. После того, как осмотр прошел успешно, направляемся в прививочный кабинет. Противопоказаний, кстати, у вакцины нет. Закупают ее у отечественного производителя даже из-за рубежа. По словам врачей, большинство симферопольцев проходят через эту процедуру не впервые, а потому заходят в кабинет без лишних переживаний. Здравствуйте! Процедура занимает всего несколько минут, а пройти ее необходимо именно в сентябре. По статистике, эпидемиологический сезон пик опасности заразиться вирусом гриппа начинается с середины ноября по декабрь. А иммунитет к недугу вырабатывается за два месяца после вакцинации. Пройти процедуру бесплатно могут все желающие. В рамках прививочной кампании сотрудники 4-й симферопольской поликлиники получили почти 30 тысяч ампул с препаратом. 45% от населения мы должны привить от гриппа. Я хочу призвать всех жителей Симферополя и Крыма сделать данную прививку от гриппа, потому что это убережет в дальнейшем от заболевания, не дай бог, еще будут осложнения. Грипп опасен своими осложнениями. Даже сделав прививку, минимальная вероятность заразиться вирусом остается, акцентирует внимание врачи. Однако в таком случае болезнь пройдет в более мягкой форме, без затяжного периода выздоровления и реабилитации. Стефан Филатов, Алексей Староженко. Утро нового дня. Ира, как давно в кино была, что смотрела? В кино была не так давно, смотрела очень интересный фильм нашего российского кинематографа, хочу заметить. Вот, а ты? Я в кино был давно, уже даже не вспомню, когда, потому что, в принципе, меня не интересуют фильмы, сериалы в том числе. Но вот информацию об этом, я думаю, о российском кинематографе знают наверняка многие. Да, и сейчас я хочу отправиться к гостю. Прости, что я тебя покину, конечно, но вот так вот нужно. Пойду и узнаю, что же у нас в киноиндустрии нового. Итак, сегодня у нас в студии Светлана Касарич, директора Крымского киномедиа-центра, и также Елена Куценко, заместитель директора Крымского киномедиа-центра. Так, доброе утро, расскажите. Хочу сразу же вас спросить, как же оно у вас? Доброе или все-таки нет? Утро очень доброе, потому что мы буквально несколько минут назад встретили членов международного жюри в аэропорту. И кажется, что вот жизнь кинофестивальная уже началась. Нам очень приятно вам рассказать о том, что крымская наша земля вновь принимает уже четвертый Ялтинский международный кинофестиваль, Евразийский мост, и мы с удовольствием вам о нем расскажем. Вот давайте пообщаемся, с удовольствием хочу послушать. Вот для начала, почему же именно 20 сентября? Это какая-то приуроченная дата или все-таки так сложилось? Не столько приуроченная, не столько приуроченная, сколько удобная, потому что все-таки это актеры, это люди кино, которые должны собираться вместе и не так просто всех собрать под одно крыло. Вот в этом году мы проводим кинофестиваль с участием практически очень знаковых и знакомых лиц. У нас будет и Никита Сергеевич Михалков, потому что он именно инициатор этого фестиваля, он инициировал, а наше правительство, наше Министерство культуры, они патронируют это мероприятие. Это очень интересный творческий проект, поэтому он не иссякаем по своему творчеству и по своему развитию. И я так думаю, что такие люди, которые связаны непосредственно с кино, как Вячеслав Тельнов, Верещагин, у нас очень частым гостем Кирилл Разлогов был, к сожалению, в этом году его нет. У нас будет министр культуры Мингенский, конечно, будет Никита Сергеевич и Виктор Мерешко, который является сопрезидентом нашего фестиваля, как и Арина Новосельская, наш министр. Поэтому вот уже который год наше Министерство это первый вот такой попутчик этому фестивалю, который все делает для того, чтобы он состоялся. Замечательно. А скажите, а в каком формате, как будет проходить этот фестиваль? Вот очень интересно узнать. Ну, кинофестиваль – это, конечно же, кино. Я думаю, что об этой творческой составляющей, это творческие встречи, мастер-классы. Елена Велиновна как раз занимается, вот этой частью она расскажет. А в принципе, это насыщенная программа фестиваля, которая предполагает не только кинопоказы, не только фильм открытия и закрытия, но и живое общение с теми людьми, легендами кино. То есть опытом, да, могут быть делиться, семинары разные. Они несут очень много для нашей молодежи. Скажите за жюри, Светлана Дмитриевна, из каких стран? Да, жюри у нас международная. В этом году у нас 8 стан прибывает, что очень важно для Крыма. А какие, если? В этом году, да, у нас Бельгия, Франция, Италия, Испания, Армения, Южная Корея, Китай. И работают два состава международного жюри. Ну, из наших представителей жюри у нас два работают состава жюри. Один работает жюри документального кино, и жюри игрового кино. Работают такие известные актеры и уже режиссеры, можем сказать, как Ольга Ковбо и Кирилл Плетнев. Сегодня это топовый такой молодой режиссер, очень интересный, и мы рады его приветствовать здесь, как члена жюри. Ну, и Светлана Дмитриевна сказала, что программа фестиваля будет насыщенной всего 4 дня, но мы за эти 4 дня хотим очень много успеть. Максимально, да? Да. Во-первых, конкурсная программа будет очень интересная. Это и документы, 8 документальных, 8 игровых картин, собранных с мировых таких кинофестивалей, и это очень интересно, мы всегда открываем для себя что-то новое. Кроме того, будет замечательная панорама. То есть фильмы, которые не вошли в конкурс, но это российские, зарубежные фильмы, которые мы хотим показать. Они не идут в прокате, и это очень большая удача. Кроме того, у нас есть еще уличная площадка, целых две в этом году. Нашей киногостиной на Ялтинской киностудии, потому что мы сегодня хозяева этой киностудии. И возле кинотеатра «Сатурн» Аймакс тоже будет летняя площадка открытая. И это так замечательно названная программным директором Кириллом Ильичем «Крымские сливки». То есть это фильмы, которые снимались в Крыму, имеют отношение к Крыму, и это сливки современного российского кино. Ну и, конечно, программа очень интересная, творческих встреч. Во-первых, у нас впервые Сергей Рост. Это ваш коллега, очень известный телеведущий, актер, сценарист. И он еще ни разу у нас не был на наших фестивалях. Впервые, да? Впервые. Поэтому мы не могли остаться в стороне. И, конечно же, у него будет творческая встреча с жителями, Ялты, с детьми, со школьниками, которые занимаются журналистикой в кружках мановских. И я думаю, это будет интересно. Во-вторых, это замечательная встреча. Мы уже просто радуемся и ждем ее с замечательным молодым актером и режиссером Семеном Трескуновым. Это сегодня новое такое открытие, такой солнечный, совершенно замечательный ребенок. И мы будем очень рады. Ну и, конечно, наш мэтр, наш замечательный сопрезидент, народный артист России Виктор Мережко. Мы уже в прошлом году делали встречу. Вы знаете, мы студентов от него отогнать не могли. Я представляю. Больше двух часов. И они говорили, почему мы не знали раньше, что такое было кино замечательное у нас в стране. Я прошу прощения, что я вот так прерываю. Но, к сожалению, время подходит к концу. И я напомню, что сегодня в студии были Светлана Казарич, директора Крымского киномедиа-центра, и Елена Куценко, заместитель директора Крымского киномедиа-центра. Я благодарю за очень полезную информацию. Это действительно очень такое знаковое событие для нашего Крымского полуострова. И не только. Ну, а сейчас я предлагаю нашим телезрителям окунуться в ту атмосферу новостей, которые можно увидеть на просторах интернет-пространства. Кадры из Краснодарского края достойны премии Чаплина. Подростки попытались украсть садовую тачку, но в процессе столкнулись с забором и запертыми воротами. Перелезть через преграду и перетащить похищенное помогли подручные средства. Лавочки, столы, скамейки – все, что было поблизости, пошло в ход. В одном из жилых районов Норильска сел вертолет. Очевидцы не сразу поняли, что на улице не ураган. Зрелище собрало немало зевак. Не каждый день такое случается. А ведь парковка для такого вида транспорта в пределах этой территории не предусмотрена. За что владельца и пилота оштрафовали на 2000 рублей. В Башкирии семейство зайчат упало в заброшенный нефтешламовый накопитель. На помощь зверькам пришли сотрудники одного из местных заводов. Они два часа очищали малышей от нефтепродуктов. И после отнесли их домой. Оказалось, все это время их ждала мама зайчиха. В США дама, чтобы справиться со стрессом во время перелета из Чикаго в Амаху, взяла с собой на борт самолета пони. А как вы справляетесь? Чем успокаиваете себя? В 2000 рублей кубанские стражи порядка оценили проезд иномарки по пешеходному мосту в Геленджике. В ожидании сотрудников ДПС владелец кроссовера быстро снял тонировку с передних стекол, а несколько позже рассказал, что, мол, хулиганить не хотел. Просто за рулем у него прихватил живот, и он отправился на поиски врачей. Сотрудники МЧС Дагестана спасли котенка, пробив стену дома. Вечером в дежурную позвонил мужчина, который сообщил о мяуканье у него в квартире. На вызов приехали спасатели, которые с помощью перфоратора просверлили стену и вытащили измученного питомца. Предположительно, четырехлапый упал с чердака в шахту девятиэтажного дома и провел в таком положении два дня. Интересное событие. В Челябинске разыскивают застенчивого грабителя. Звучит, конечно, так себе, но все же. Он не посмел оторвать продавца от разговора по телефону, а потом и вовсе покинул магазин совсем с пустыми руками. Как-то вот странная ситуация. Странно, я бы сказал, для Челябинска, потому что этот город уже зарекомендовал себя как город настоящих мужиков. А тут застенчивый. И кто? Грабитель. Очень интересно. Продавщица, как ты уже сказала, не повела ни ухом, как говорят в народе, ни бровью. Не отреагировала на грабителя вообще никак. Он явно нервничал, переменался с ноги на ногу и ушел спустя 15 секунд. Тем не менее, вряд ли ему получится уйти далеко, потому что за ним уже приметы его направлены, правоохранительные органы. И уже наверняка идет процесс его поимки. Да, ну что бы я хотела сказать. Наверное, вряд ли, конечно, наш мобильный корреспондент Александр Коннов, который сейчас на улицах встретится с такого рода ситуацией, ну, слава богу, наверное, да, все-таки это грабитель был. Ну, хорошего по чуть-чуть. Да. Но все же, я уверена, что что-то полезное сейчас нам Саша расскажет, да? Так и будет, Саша. Доброе утро, Саша. Да, коллеги, прямо сейчас мы находимся в движении, проезжаем мы по улице Кирова, и я снова из мобильного превратился в автомобильного корреспондента. Это значит, что мы проинспектируем сейчас ситуацию на Симферопольских дорогах. Вот, как вы можете видеть, я сейчас вам поверну камеру. Транспорт уже стоит в такой небольшой пробочке, но, в принципе, пока что еще по Кирову двигаться можно свободно. Сейчас уже многие родители отвели своих детей в школы и уже вовсю торопятся на работу. А это значит, что буквально каких-то... А, вот, кстати, появилась уже небольшая пробка в сторону центра, да. Вот вы можете видеть, посмотрите. Поэтому я настоятельно рекомендую выезжать заранее. Если же заранее выехать у вас не получилось, то я советую уже не суетиться и не пытаться проскочить, а лучше включить радио погромче, наслаждаться музыкой. Что еще остается делать в пробках. Помимо всего прочего, вы можете использовать какие-то обходные пути и маневры. Использовать мобильные приложения навигационные, которые позволят вам, так сказать, оценить ситуацию. Вот, смотрите, я сейчас буду показывать вам. Вот она, вот она тянется, Багирова. Которые могут оценить ситуацию на дорогах. Сейчас вот здесь от кольца не будет, стал свободней, но чуть-чуть дальше, как вы можете видеть, вот, ближе к кольцу, там уже основательный затор появился. Так вот, дорогие друзья, я предлагаю вам пользоваться специальными мобильными приложениями, которые позволят вам найти обходные пути. Если же, как я уже говорил, обходные пути не получается найти, то остается только расслабиться и, как говорится, получать удовольствие. Тише едешь, дальше будешь. Что еще хотел бы вам сказать? Обязательно, обязательно соблюдайте правила дорожного движения и ни в коем случае не превышайте скоростной режим. Скоростной режим в городе, это у нас 60 километров в час. Если же вы уже застряли в конкретной пробке и вы находитесь не в своем автомобиле, то у вас есть огромные плюсы, вы можете прям выйти и пройтись на работу пешком, это будет гораздо быстрее. Ну, или же, возможно, использовать какой-нибудь другой транспорт, к примеру, велосипед. Если вы являетесь водителем, то я сейчас вам расскажу о том, что по последним данным стоимость бензина марки А-92 снизилась на 0,16%. Это вот приятно, конечно, но хотелось бы больше. Вот мы сейчас проезжаем еще. Посмотрите, обратите внимание, пробочка у нас тут одна по улице Киевская. И далее мы поворачиваем на Шмидта. Сейчас посмотрим, что у нас, какая обстановочка. Тоже, да, вот есть тоже пробка. Обратите внимание. Итак, дорогие друзья, по поводу бензина. А-92 снизился у нас на 0,16%, А-98 на 0,09%, ну, а А-95 и А-95 премиум на 0,08%. Цена топлива осталась без изменений. На этом у меня все. Передаю коллеге вам слово и продолжаю дальше инспектировать ситуацию. Спасибо, Саша, но мы продолжаем эфир и поговорим сейчас на некоторые отвлеченные темы, а конкретнее про боулинг. Ты как к нему относишься? Умеешь играть? Я очень давно была и не умею играть, если честно, но хотя... А вот, возможно, следующая новость как раз возродит тебе желание начать тренировки и, может быть, достичь каких-то результатов. Дело в том, что боулинг любят, как оказалось, не только любят люди, но и птицы. Есть такой попугай, живет он в Китае, которые... Ты про этих? Про истини, что я тебя перевела. Вот, у нас даже двое их, да, и они могли бы играть, и я уверен, у них есть потенциал. Так вот, тот китайский, который эти пока еще не умеют, тот китайский играет в боулинг, в маленький, миниатюрный, по его размерам, играет хорошо, получает за это лакомство. Как ты считаешь, в сосновом бару можно найти попугаев? Я предполагаю, что ты сейчас хочешь подвести наших телезрителей к сюжету, который подготовил наш корреспондент Александр Ткачев, потому что именно он в сосновом бару, я думаю, что вряд ли искал попугаев, но... Слишком хорошо ты меня знаешь, к этому я и клоню. Давайте узнаем, что же там в сосновом бару происходит. Это вовсе не черный ящик, а закутанное в полиэтилен уникальное растение, сосна же фрея. Таких сосен на полуострове больше нет. Конкретно этот экземпляр я вырастил собственноручно из семечки, которую мне привезли из Северной Америки. И теперь это дерево хочу подарить Никитскому ботаническому саду. На своей родине сосна достигает 65 метров в высоту и имеет сизую хвою. Особенность дерева в запахе смолы, живицы. Аромат нетипичный, напоминает смесь ванили и лимонной цедры. Спасибо большое за такой прекрасный подарок. Никитский сад собирает растения со всего мира. И вот такой замечательный экземпляр редкой сосны, которой у нас нет, я думаю, что найдет достойное место в Каниферетуме. Каниферетум это как раз парк хвойных нашего Никитского сада. Дерево общий вклад редакции «Утро нового дня» в коллекцию хвойных растений, в частности сосен, которую в Никите собирают с 1812 года, даты основания сада. В Никитском ботаническом саду на площади 40 гектаров произрастает коллекция галсинных растений из 175 видов, разновидностей и садовых форм. Наибольшую представленность имеет рот кипарис, это 28 таксонов, затем можжевельник 24 таксона, сосны 20 таксонов. За прошедшие два столетия запах хвои стал визитной карточкой крымского лета. Большинство этих ароматных растений привезены из зарубежья. В коллекции Никитского ботанического сада произрастает сосна, которая является самой теплолюбивой сосной. Это сосна Монте-Сумы, родина ее Гватемала и Южная Мексика. У этой сосны уникально длинная хвоя на родине до 50 сантиметров длиной, в условиях южного берега Крыма примерно 25 сантиметров длиной. Вот мы под кроной этого дерева находимся. А вот еще один уникальный экземпляр. Таких деревьев на весь полуостров не более десятка, несмотря на то, что растение буквально сразу успешно адаптировалось к нашему климату. Мы находимся рядом с очень интересным видом сосны. Это сосна Бунги, родом из Северного Китая, очень засухоустойчивый вид. Обратите внимание, какая красивая кора, имеющая рисунок камуфляжа. Из-за привлекательной коры 8 лет назад дерево чуть не погибло. Вандалы острым ножом со ствола срезали большой пласт коры. Дендрологи делали неутешительные прогнозы, но сосна пережила ранение и теперь ее украшает глубокий шрам. Работники ботанического сада планируют в ближайшем будущем широко культивировать сосну Бунге в Крыму, так же, как в свое время распространили итальянскую. Перед нами один из старейших экземпляров сосны итальянской Пиме. Посадка 1818 года. Три дерева произрастают, прекрасно себя зарекомендовали, дают схожие семена. Это дерево прошло интродукционное испытание. Теперь это не только визитная карточка средиземноморских стран, но и южного берега Крыма. По мнению дендрологов, вечно зеленые деревья очень важны в условиях жаркого климата. Они не только дезодорируют воздух, но и самое главное дают густую тень летом. Ученые доказали, что южное солнце способно накалять камни до 90 градусов, в то время как под кронами деревьев сохраняются комфортные плюс 20. Александр Ткачев, Алексей Семенов, Утро нового дня. Слушай, ну я вот просто нахожусь после этого репортажа под впечатлением. Ты только представь, некоторые сосны в Никитском ботаническом саду были посажены в 1818 году. Это значит, что они свидетели целых двух веков, целых двух столетий. Как считаешь, много ли они интересного повидали на своем веку? Я уверена, что очень много тут с каждым днем накапливается все больше и больше событий, а когда речь заходит про целую эпоху, то я уверена, что очень много интересного. И более того, я скажу, что у каждого дня есть все шансы попасть, войти в историю. И вот дальше мы покажем нашу традиционную рубрику хронографов, где расскажем об одном таком историческом факте событий. В этот день 131 год назад прошел первый в истории конкурс красоты. Он состоялся в Бельгии. С этим событием связано несколько интересных фактов. В финал состязания прошла 21 претендент, к отбор проходил по фотографиям присланным жюри. Конкурс был чрезвычайно скромным. Участницы должны были оставаться неизвестными широкой публике, поэтому жили в отдельном доме, а на соревнования они доставлялись в закрытом экипаже. Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре, которой досталась премия в 5000 франков. Корону на первую мисс не надевали. Этот атрибут был придуман позже. Статус международного конкурса Мисс Мира приобрел 15 апреля 1951 года. В Советском Союзе первый официальный конкурс красоты состоялся 100 лет спустя после бельгийского в 1988 году. 16-летняя Маша Калинина первая московская красавица. Сегодня она живет в Лос-Анджелесе и преподает йогу в собственном центре. Интересно, что проведение фестиваля не всем по нраву. Феминистки часто протестуют против эксплуатации женской красоты. Однако, несмотря на критику, каждый год самую красивую девушку выбирают практически во всех странах и на всех континентах. Так много живописных мест на территории нашего крымского полуострова. Но радует, что не только лесные и степные есть зоны, а и множество разных традиций, культур. А главное, что эти традиции делают люди. Сейчас, кстати, я немножко узнаю об этих традициях, скоро к тебе вернусь и обо всем расскажу поподробнее. У нас в гостях сегодня Константинос Исихас, заместитель председателя Международной Ассоциации Друзья Крыма, а также Николай Вовк, преподаватель кафедры иностранной филологии Таврической Академии КФУ имени Вернацкого. Добрый день. Расскажите, насколько мне известно, вы сейчас готовите какой-то масштабный глобальный кинопроект. Что это за кинопроект? Он хочет знать, как он знает. Сейчас вы готовите несколько грандиозных и очень важный кинопроект. Это будет руссо-грего компроект для Крым и для хорошее и историческое лекарство Крым. Это будет грандиозный проект о Крыме и о Греции, о России, о том, насколько крепкие связи между Россией и Грецией, в частности, через Крым, в который пребывали греческие колонисты и развивали здесь свою деятельность. Каких тем эта лента затронет? Какие еще темы включат в себя? Какие темы будут включены в этот фильм? Этот сценарий еще не закончен. Мы начнем работать на сценарий. Но мы надеемся, что этот сценарий будет путешествовать через Крым до старых временов до сегодня. И сказать людям не только Руссии и Грецией, что это абсолютно ирассивно и уморально иметь Руссию и Крым и Грецией снижены через санкции. Арт и кинематограф это очень мощная способность для уничтожения людей. Он говорит, что искусство и кинематограф это очень значительные силы, которые могут объединить людей. Они еще работают на сценарии, мы еще не закончили сценарий, но в целом фильм будет охватывать историю Крыма от древних времен по настоящее время. Их цель показать, что это все нерационально, то, что сейчас происходит в отношении Крыма, а нерациональное наложение санкций, потому что мы люди, которые связаны между собой по всему миру, и отделять Крым и крымчан от международного процесса, это все не годится никуда. Такой тогда следующий вопрос. Как часто вы бываете в Крыму и вот насколько вообще знакомы с нашими историческими и природными ценностями? Спрашиваю, потому что я уверен, вы же наверняка и об этом будете говорить с вами, и это все. Он хочет знать, как часто вы приходите к Крыму, и как вы известны, и как вы известны о кризисе, о кризисе, о кризисе, о кризисе, потому что он уверен, что вы будете говорить о его фильме. Ну, ну, первое, я хочу сказать что Одессе фундамент, через Одессе ППС, который президент, и Тавридо фильм, с Ольга Шилох, который президент Тавридо фильм, они делают эту композицию. Таким образом, у нас много русских friends здесь, и мы очень уверены, что этот фильм будет очень хорошим. Но я приеду к Крыму много раз, я был в Крыму в присутствии от парнями соединенных фундамент, которая интернационная социация фундамент, и я represent грек социацией фундамент, в Крыму. В Греции, греки люди, через дипломатизм, это наш работа, дипломатизм, мы не политики, ниже, я не политика, ниже. Мы в публик дипломатизм, пытаемся закрыть брыжи и не представить Крыму как черный в регионе. Крыму это магнит, это джуэль в Северной России. Таким образом, эта джуэль должна быть представлена в мире через этот документ. Он говорит, что совместно с Таврида фильм, который возглавляет Одиссис Пипи, это Оля Щелюк, они собираются снимать этот фильм, но в целом он хочет сказать, что прежде всего он приезжает в Крым, который он был уже неоднократно, как представитель клуба друзей Крыма. Он считает, что Крым нельзя рассматривать как черную дыру на карте мира, что крымчане имеют право и путешествовать, и ездить по всему миру, и их цель прорвать эту блокаду и вернуть Крым, который он считает, что это драгоценный камень, Черного моря и России, вернуть Крым мировому сообществу и показать, что на самом деле это интересное место и сюда следует ездить и что Крым и крымчане имеют право на свое собственное существование. Ну, как житель Крыма я не могу с вами не согласиться. Крым это действительно то место, куда ехать нужно, куда ехать стоит. И хотелось бы узнать, быть может, уже есть какие-то наметки на будущее, может быть, вы хотите на территории полуострова снять еще что-нибудь? И он говорит, что это очень хорошо и он подчеркивает вашу путь в виду, потому что он Крымин, он из Крымья. И у вас есть планы для вашей будущей конкретной cinematографии? Вы будете делать другие фильмы в будущем о Крыме? Какие планы? Когда родители имеют ребенок для первого раза, они говорят о первом ребенке, а не о втором веке. Так что эта русско-грика производитель говорит о Одессе ППС и фильм директор Христос Ралис говорят о первом ребенке. Это первое ребенок для русско-грика производителя. Если ребенок grow up и делает хорошо в социальной cinematографии, мы поговорим о втором ребенке. Он говорит, что когда семья родила одного ребенка, они говорят только об этом одном ребенке. Когда он подрастает и уже получает какую-то силу, тогда они могут говорить и о втором ребенке. Так и вот в этом отношении. Они сейчас еще не сделали сценарий, приступят скоро к съемкам. Когда сделают первый фильм, посмотрят, что из этого получится, и тогда уже они будут думать о втором фильме, о втором ребенке, и соответственно будут говорить об этом и поставят всех в известность. Давайте тогда поговорим, быть может расскажете нам о команде, о коллективе, который занимается вот этой работой. Он хочет рассказать о шутболе, шутболе, команда, который делает этот фильм. Вы можете сказать, кто директор и актер? Один из директора будет Христос Ралис из Гристии, он будет директор из России. Сценарий будет по русскому и Грикин. И шутболы будут происходить в Гристе и Руси и Ремии. Это 50% 50%, не только финансового база, но и производительного база. Но конечно магнит и основное театр... Продолжение, могу interrupt you? Дело в том, что время нашего эфира ограничено и оно подходит к концу. Я хочу сказать вам огромное спасибо за такой интересный рассказ. А гостям хочу напомнить, что у нас сегодня здесь Константин Исихос, заместитель и председатель Международной Ассоциации Друзья Крыма, и Николай Вовк, преподаватель кафедры иностранной филологии Таврической Академии КФУ имени Вернацкого. Ну а мы движемся дальше и посмотрим впереди сюжет, репортаж о муравьиной ферме. Муравьиная колония в качестве домашнего любимца, почему бы и нет, не требовательны в содержании, не линяют, не портят мебель и не нуждаются в ежедневных прогулках. Содержать насекомых у себя дома совсем не сложно, главное поддерживать повышенную влажность и регулярно их кормить. Кстати, едят они злаковые, но их любимое лакомство это вареный белок и желток. Влад обзавелся необычными питомцами месяц назад, а новоприобретений не сожалеет. Рассказывает, что наблюдать за ними одно удовольствие. Обычно им этой пробирки хватает на 7-10 дней, то есть уезжая можете спокойно оставить своих питомцев одних, главное проверьте, что у них и на складе корма хватает. В муравейнике каждый выполняет свои обязанности, бездельников здесь нет. Разведчики ищут новые источники пищи, солдаты защищают от врагов, рабочие особи организуют быт колонии, а матка отвечает за воспроизводство новых особей. Вообще, если поставить две колонии рядом, то между этими колониями будет война. У нас была такая ситуация, к нам на подоконник приходили другие муравьи с улицы, и как-то раз я одного из них поймал на бумажку, бросил к ним в ожидании того, что они могут быть как-нибудь подружицей, что-то вроде того. Но его разорвали на части, и после этого, не знаю, взаимосвязные или нет, но муравьи на подоконник больше не приходят. Один из главных плюсов колонии – она не занимает много места. Формикарий, так называется аквариум для содержания муравьев, может разместиться даже в офисе на рабочем столе. Формикарий состоит из арены, там, где муравьи ходят, ищут зерна, пропитание свое, и систему ходов, где они, собственно, живут. Поэтому просто заселяем муравьиную колонию формикарий, они там обустраиваются, и все. Есть тут и пространство для творчества. Дмитрий разрабатывает декорации, в которых живут насекомые. Вот такие элементы рельефа он моделирует на 3D-принтере. Ферма для насекомых – это емкость, которая наполняется опилками, камнями или даже гипсом. Вот это, например, наполнено морскими камнями. А проявив фантазию, можно сделать декор своими руками. Свои формикарии заводчики часто сравнивают с космическими кораблями. В каждой такой станции развивается своя муравьиная цивилизация, наблюдая за которой можно почувствовать себя настоящим исследователем. Сабина Петренко, Максим Турчев. Утро нового дня. Мы находились в зимнем саду Академии архитектуры и строительства. Говорит, Ирина, находились, потому как, к сожалению, время пролетело быстро, незаметно и уже наш эфир подходит к концу. Да, на этом мы хотим с вами попрощаться и два часа в прямом эфире вас развлекали Ирина Борилюк и Стефан Филатов. До скорого. Увидимся. До скорого. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова